Больше десяти клиентов по всей стране больше полугода не могут получить легковушки, которые заказали из Японии. Менеджеры фирмы каждый раз придумывают новые отговорки, а посмотрев договор повнимательнее, одна из покупательниц обнаружила в нем большие несостыковки. Причем найти открытые офисы компании практически невозможно. Моему коллеге Артему Яковенко удалось встретиться с работником этой конторы, и он, не стесняясь, рассказал, что мастер продавать все несуществующее. Ольга Пайкова ждет свой автомобиль с августа. За японский минивэн она отдала почти полтора миллиона рублей. Это ниже рыночной стоимости. Менеджеры уверяли, машина приедет в Россию через пару месяцев, но потом вдруг возник форс-мажор. В связи с санкциями ищут пути обхода санкций. Но все будет, просто срок увеличится немного. Собственно, до Нового года была обещана машина. Сто процентов. В декабре, потом сказали в январе. И чем больше времени проходило, тем сильнее бросались в глаза странности в работе компании. Ольга еще раз внимательно перечитала договор. Оказалось, что информация в документе меняется с каждым новым листом. Здесь разный год выпуска. К примеру, на этом листе 13-й год, на этом тоже. Дальше идет 12-й, 14-й год. Цвет машины здесь белый, здесь уже черный-синий. А потом с ней связались другие клиенты фирмы. Оказалось, что как минимум 14 человек из разных уголков страны попали в такую же ситуацию. Информацию никакую не дают, не отправляют чеки о плате инвойса. Как бы деньги перечисляли же сразу директору фирмы. И все, ждите, 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 ждите. В копилку странностей можно добавить и способ транспортировки иномарок. По словам клиентов, чтобы обойти санкции, фирма перевозит машины из страны в страну в виде запчастей. Что в Японии они грузятся в контейнер, привозят они их в Арабские Эмираты в дальнейшем, разбирают в Арабских Эмиратах, перегружают в другой контейнер, как я понял, и дальше везут уже во Владивосток. Завозятся как запчасти. По документам офисы компании находятся в Москве, однако по указанным адресам мы нашли только закрытые кабинеты. По словам охраны бизнес-центра, сотрудники фирмы уже давно отсюда съехали. Но у Ольги остался номер телефона менеджера, который заключал договор. Я бы хотела к вам подъехать на разговор тоже, потому что у меня расхождение там в бумагах, непонятно. Все хорошо, сейчас я вам пришлю адрес тогда в WhatsApp и станцию метро, хорошо? Договорились, спасибо. И вот она, долгожданная встреча. Никита, добрый день. Добрый день. Здравствуйте. Мы к вам с парой вопросов. Менеджер Никита камерой не испугался, даже наоборот, согласился рассказать, как он продает несуществующие автомобили. Я просто знаю, в чем я силен, допустим. Вы там в своей работе, я в своей работе. Я могу продать, по сути, несуществующий товар нашего бизнеса. Но он такой бизнес, да, то есть несуществующий товар продать, заработать. Несуществующий товар. Нет, но он как бы несуществующий товар, то есть его нельзя потрогать. На вопрос, когда Ольга получит свою машину, Никита ответить не смог, но пообещал, что его коллеги обязательно решат проблему. Буквально через 10 минут клиентке позвонил генеральный директор компании. Чтобы вы понимали, я сам вообще до этого не понимал вообще, что делать. То есть машины простояли некоторые там 3-4 месяца. Там не один клиент, там человек 10 таких вот есть. Я с людьми со всеми, причем на связи, кому-то тоже вот по возврату денег будем оформлять. Ярослав Дроздов пообещал вернуть деньги в течение двух недель. Однако юристы советуют не верить на слово. Ведь в любой момент фирма может объявить себя банкротом. Если компания обанкротится и граждане не успеют подать соответствующие исковые заявления, то в таком случае, к сожалению, да, граждане не смогут вернуть ранее уплаченные денежные средства. Поэтому им рекомендуется как можно быстрее обратиться за защитой своих прав. Клиенты не стали ждать. Написали заявление в полицию. Полицейскими проводится разбирательство, по результатам которого будет вынесено процессуальное решение в законном порядке. Пока автомобилисты готовы решить вопрос мирно. Но если вернуть деньги не получится, то они будут добиваться возбуждения уголовного дела в отношении сотрудников компании. Артем Миковенко, Артем Афанасьев и Анастасия Мяус. Экстренный вызов.